всем привет дорогие друзья сегодня у нас очередная коллекция украшений показываю вам свои находки свои сокровища и сегодня действительно я вам покажу что-то невероятное удачное что мне попалось в секунде и вот это вот общая картинка сейчас я все это разгребу и начну показывать по одной вещи у меня сегодня цветочки потому что весна на носу там птички поют за окном надеюсь что вам слышно не шум и грохот соседа который лопатой гребет снег а поющих птичек ну давайте приступим к рассмотрению украшений ну что ж давайте начнем с первого украшения она современная она не винтажная скорее всего я думаю что современные просто очень красиво мне она очень понравилась я его купила тем более что стоило ну сколько 7 долларов не так уж и дешево но по нашим нынешним временам это довольно дешево это вот такая вот цепь очень красивая цепочка очень интересная такая качественная хорошая плотная цепочка обыкновенная совершенно обыкновенная застежка никаких маркировок на нем нету давайте я отрежу цену чтобы нам не мешало рассматривать и очень красивый очень интересный кулон такой вот неправильно геометрической формы обрамленный красивыми вот такими вот стразиками видите как он сбоку выглядит а здесь у него или мне кажется да стразики ведь да интересная такая подвеска цепочки и я думаю я не знаю это гематит или это выглядит как гематит я не уверена посмотреть как она выглядит с обратной стороны эти маркировок никаких нету не знаю производителей не знаю страну но время скорее всего современное но может чуть-чуть там 90 или что-то такое 2000 но очень красиво очень красиво вставка эксперт расскажите мне ну в общем довольно красивое украшение ничего особо ценного в нем нету просто купила потому что мне очень понравилась эта вставка я подумала что я с удовольствием буду его носить и она в общем довольно красиво выглядит и очень я бы сказала так ну как что-то такое приличное следующее украшение тоже современное тоже купила потому что она мне понравилась хотя стоило оно не дешево оно стоило целых 10 долларов ну вот такие у нас сейчас цены ничего не поделаешь как бы приходится платить просто если что-то нравится но я вам хочу сказать что 10 долларов для хорошего качественного украшения это не да я понимаю что она из секунда я понимаю что она не новое но она абсолютно в прекрасном состоянии она совершенно как новое поэтому я вот если пойду в обычный в какой-то магазин где продаются украшения у меня такая подложка мне за нее все цепляется мне надо что-то придумать другое я за 10 долларов никогда в жизни такое украшение не куплю если только на очень очень сильной распродажи если очень мне где-то очень сильно повезет но их раз купят раньше чем такая цена будет то что принципе я думаю что в каком-то магазине такое украшение будет стоить но долларов 30-40 и за 20 когда она на сейл выйдет долларов за 20 его уже купят то есть не останется она опять же маркировок никаких нету здесь на самом деле сколько раз 23 цепочки вот такие вот вставочки из какой-то такой не знаю что такое интересная эмаль какая-то и искусственный жемчуг по видим интересные звенья так она выглядит если вы положить на поверхность я его еще конечно примере то есть вот одна цепочка вот с этими вставками и две цепочки вот такие вот обычные вот такого плетения красивого плетения интересно и ну в общем ничего особенного но украшение красивое мне понравился вот этот цвет мне понравилась нежность вот этих жемчужин я решила его купить следующее украшение это вот такая брошь ну я вам хочу сказать что вызвала она мне много эмоций во первых я когда я увидела в секунде она мне ужасно понравилась потому что цены не помню по моему долларов 6 она стоила но она действительно шикарная она красивая крупное большое украшение очень качественно хорошо выполнена очень плотный металл такой знаете крепкая крепкая такое вот качественное изделие задняя сторона тоже в принципе очень хорошо выполнена застежка все все на месте все хорошо никаких маркировок нет нет немножко удивило потому что она настолько вот знаете хорошо выполнена но что вот обычно такие изделия качественные они обычно какой-то фирма маркируются и я ее конечно купила просто потому что она мне понравилась необычное оригинальное изделие и очень качественное и я пришла домой и по картинке стала искать что-то похожее и сначала как бы у меня был такой когда я увидела вот эти вот фотографии да есть невероятно похожая винтажная брошь живанши вот такой же точно рыба я вам сейчас поставлю фотографию и вы увидите насколько они похожи единственное что там она в двух вариантах есть она с покрытием зеленым таким я не знаю какое-то напыление на металле и есть полностью покрытой и есть такими как будто отдельные части вот вот эти вот насечки они покрыты каким-то зеленым зеленым покрытием таким напылением но если вот не не придираться то по форме и по по всем деталям она абсолютно один в один с этой брошью с этой винтажной брошью живанши вот я сначала такая как не вывезло но потом я поняла что все абсолютно все брошью живанши они конечно маркировались и они стоят очень дорого сейчас потому что это винтаж и этот бренд а моя брошка конечно не не настоящий винтажный вернее не настоящий живанши может она винтажная но потому что нет маркировки нет нет невероятный шанс что живанши выпустил такие броши без маркировки и она конечно очень похожи но не сто процентов там вот это вот есть зеленое напыление в двух вариантах а это вот такая вот чистенькая чисто золотая брошь но она очень красивая она серьезно потрясающе эффектная я когда ее надеваю вы знаете ни разу не было что мне не сделали комплименты чтобы ее не заметили потому что она вот супер такая красивая интересная большая необычная и даже мне одна дама спросила однажды видим который разбирается но не очень потому что она спросила как мне удалось где мне удалось достать эту редчайшую брошь живанши до пришлось мне разочаровать и сказать что это не живанши и что это очень красивая похожая копия но вот она восприняла это то что видимо она видела где-то и знает про это и она решила что вот это вот она как раз и есть брошечка живанши так следующая брошка не такая шикарная и не такая известная формы тоже скорее всего современная даже скорее всего китайская не знаю по обратной стороне очень трудно сказать никаких маркировок просто купила ее потому что она мне очень понравилась своей формой или своим цветом и свои своим дизайном необыкновенно симпатичная стоила дешево по моему доллара 4 за это я купилась решила ну пусть будет такая хорошенькая здесь как будто бы керамика или стекляшка какая-то мне кажется видите как у нас эта страна выглядит ну в общем не пойму что это короче маркировок никаких нету и вот такая вот простенькая но очень миленькая бабочка на лето симпатичная красивый цвет хорошенько так следующая цепь 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 досталась мне за целых 8 долларов дорогая но она маркированная и вообще мне очень нравится цепи я ужасно люблю цепи еще их люблю за то что они никогда не выходят из моды вернее они может быть перестают быть трендом но в принципе их всегда можно носить нету времени и года я не помню такого времени чтобы вот надевший цепь вам кто-то сказал фу вы такая не модная вы вся в анти тренде просто они эти большие цепи периодически становятся супер модными супер трендовыми а потом как-то это уходит немножко а потом снова возвращается вот на моей памяти я помню я помню что ну уже наверно третий раз вот первый раз был в восьмидесятых еще мадонна ввела вы помните эти пластиковые были цепи огромные пластмассовые потом металлические где-то даже в семидесятых восьмидесятых они появились потом вот недавно был где-то лет десять назад прямо снова взметнулся тренд и вот сейчас снова насколько я знаю значит это цепь на пьер на пьер на пьер не видно ну вы поверьте мне на слово плохо видно очень такая стертая немножко маркировка это на пьер я даже нашла ее на ресейле и нашла ее в интернете поставлю картинку не помню сколько она стоила ну что-то не очень дорого но не очень дешево ну вот меня она стоила 8 долларов красивая очень цепь эффектная два типа звеньев есть видите матовые вот такие вот с насечками а есть блестящие полированные в общем вот такая вот цепочка вот такая вот цепочка большая эффектно красивая золотая в общем все что нужно все что все что любят люди которые носят цепь так лишь украшение клипсы тоже ведь они без маркировки но мне кажется что они я не пойму это у меня фокус плохой или мне очки плохие сейчас минуту попробую сфокусировать это мне как-то мутно мутное впечатление что как-то мутно значит нет маркировки у них обратная сторона сделано вот таким вот образом клипса не серьга хорошо сохранившиеся видите вот у нее таких два лепестка несколько цветов кристалликов несколько жемчужин небольшие небольшие скромненькие вот такие вот я всегда сейчас смотрю вторую клипсу рассматриваю потому что у меня один раз было клипсы с маркировкой не кого что у них одна была клипса маркирована 2 нет наборе поэтому я теперь всегда рассматриваю вторую клипсу вот так вот они выглядят не кстати не знаю тоже возраст не знаю винтаж винтаж не винтаж и что-то никак не могу ее взять нормально чтобы понять они зеркальные или нет вы девочки что-то я запуталась у руки-крюки мои вот нет нет не зеркальная правда не зеркальный да обычно это говорит о качестве обычно это говорит о том что это какой-то хороший бренд известная компания так вот я положу поближе покажу вот такие вот интересные клипсы симпатичные такие разноцветные очень миленькие хорошенькие клипсы так еще одни клипсы они мне еще на видите на оригинальной value village этикетки стоили 5 долларов клипсы старенькие сейчас я их освобожу выпущу на волю обратная сторона видите такая видно что они не новые что они такие потертые немножко поношенные но так сказать прелесть их в том что здесь написано что они сделаны в италии видите написано made здесь написано италии господи почему мне так плохо видно я не понимаю что происходит почему-то у меня очень плохой фокус вот видите made и италии очень интересные необычные клипсы симпатичные интересны тем что видите они сделаны из набранных таких бисеринок продолговатых бусинок закручены вот такой вот очень эффектно и очень красиво смотрится вроде бы простые но очень-очень красиво смотрится на ухе и они довольно крупные большие интересно здесь металл и видимо пластик или что-то на котором вот эта вот вся конструкция приклеена никаких потерь все целенькие ничего не потеряны видите видимо качественно хорошо были сделаны и действительно итальянские ну в общем видно что винтажные конечно еще одно очень необычное очень красивое украшение которое мне просто понравилось не знаю тоже не знаю ни возраст ничего стоило оно видите 6 долларов я подумала за 6 долларов пускай будет просто вот такая вот цепь сделанная из кристаллов вы знаете что мне кажется из-за того что я выкладываю украшение и мой телефон не фокусируется на том что я показываю может быть мне надо перестать это делать я просто вижу что многие блогеры которые показывают украшение так делают и это действительно очень интересно потому что то что вы показали когда оно лежит там как бы на фоне люди могут продолжать рассматривать если им что-то интересное что-то понравилось но вот у меня какая-то беда по-моему с фокусом мне что-то это не нравится ну в общем выглядит это следующим образом это как бы вот такая вот цепочка застежкой цепочка состоящая из вот таких вот кристалликов аврора бореалис один такой ромбовидный кристалл в центре и две такие как бы нити вот так вот они заканчиваются такого же формата аврора бореалис кристаллов задняя сторона сделана вот таким вот образом просто пайка обычная никаких маркировок ой нет вру есть маркировка которую я не поняла видите вот какая-то такая штуковина шилдик такой приделан к цепочке с одной стороны это как перышко а с другой стороны вот такая вот какая-то непонятная не то буква не то какие-то значки f видимо lf или что-то очень короче я по картинке не нашла тоже про возраст не скажу не знаю трудно сказать но украшение невероятно эффектное оно очень нежное и очень красиво выглядит и невероятно красивые кристаллы этот кристалл в центре тоже очень красивый потом вам примере покажу вот так вот она выглядит два вот этих вот таких хвостика у него красиво украшение интересно необычное еще одно украшение конечно я не могла пройти мимо него я понимаю что это винтаж к сожалению маркировок никаких нету я за него очень дорого отдала целых 13 долларов ну у нас такие цены сейчас в секунде вообще совершенно непонятно по каким критериям они их устанавливают просто вот как как к левой пятке захочется иногда такое барахло лежится дорого вообще иногда хорошие вещи вообще по бросовым ценам ну вот они себе представили что это что-то винтажное поэтому нужно как бы это оценить дорого хотя в принципе маркировок нету опознавательных знаков никаких нету вот эти застежечка и никаких маркировок и здесь с этой стороны иногда бывает знаете вот некоторые фирменные такие подвески по которым можно определить компанию но здесь ничего просто вот такая вот кругленькая такой вот кругляшок может быть кто понимает для кого-то это и есть определение бренда но я ничего не вижу я не знаю что это такое очень красивое украшение я очень люблю зеленый цвет для меня это просто вот оно фантастически необыкновенно красивое такой вот формы как многие винтажные украшения с обратной стороны она сделана вот просто вот таким вот образом очень хорошая сохранность может быть это здесь маркировочка есть иногда бывает необычно иногда ставят вот с краю нет ничего нету прекрасная сохранность очень плотная такой тяжелая знаете вот этот вот я не знаю что это пластик или люцит или что-то я не знаю но видите он такой листики они такие толстенькие давайте постучим что это вот такие видите здесь маленькие жемчужинки есть кристаллики белые прозрачные такая виноградная ветка очень такой характерный дизайн для украшений вот для украшений 60 50-х той эпохи наверно мне все надо подвинуть потому что мне ничего не вмещается цветок этот еще я положила для красоты в результате он мне только мешает занимает место я не знаю пытаясь сделать красиво обезьянничать девочек которые показывают украшения у них всегда какой-нибудь цветок или какая-нибудь скульптурка или какие-нибудь коробочки в кадре а у меня вот что-то я тоже решила попробовать но у меня что-то получилось как-то не это не пришел к одному месту рукав так вернемся давайте к украшению действительно очень красивое украшение такое знаете прям такое винтажное но очень богатая я бы сказала очень красивый потрясающий зеленый такой знаете на глубокий такой изумрудный я бы сказал ну в общем красивое украшение мне очень нравится так ну и шедевр сегодняшнего показа грязненький не помытый не отмытый но когда я вам покажу что это такое вы поймете почему я его купила какая-то чуйка во мне сыграла я когда увидела его причем у нас обычно сейчас украшение которое подороже и по по брендове так скажем все лежат за прилавком которые такие попроще они висят на стендах у них и это висело на стенде я поэтому особо так сначала посмотрел на него и подумала ну видно что старенькая видно что винтажная видно что где-то восьмидесятых наверное девяностых восьмидесятых скорее годов но уж в таком состоянии кристаллы все-таки позеленевшие все это конечно надо чистить мыть вот здесь вот вот в этой цепочке тоже много зелени которую надо отмывать обратная сторона тоже не обещала ничего такого цену потому что выглядит довольно обычно знаете и цена его было 8 долларов ну то есть они чуть почуяли что это что-то хорошее но не поняли да насколько по ну в общем короче присмотревшись я нашла вот такой вот шилдик вы видите сиди да да это christian dior украшение christian dior и где-то еще вот здесь вот на застежке тоже была маркировка плохо видно не знаю что у меня с фокусом девочки какая-то беда ну в общем я надеюсь что вам видно до маркировка christian dior ну конечно она в таком состоянии что его надо доводить доводить мыть чистить может быть пересаживать эти кристаллы я даже не знаю но это конечно шедевр вот так вот кто-то выбросил а в секонд-хенде повесили не глядя поставили шлепнули 8 долларов может быть не поняли что сиди это christian dior я находила в продаже похожие за очень хорошие деньги но конечно в хорошем состоянии отмытые очищенные и в общем проданных довольно тоже довольно задорого но с ним конечно от повозиться я даже не знаю если я сама я сначала думала что здесь кристаллов не хватает но в принципе вот приглядевшись они по-моему все на месте единственное что они такие позеленевшие вот надо будет конечно с ним возиться возиться и возиться вот такое вот сокровище нашлось у меня это конечно надо уметь выбросить christian dior но есть люди которые в принципе до сих пор не очень то не очень то интересуются и понимают просто все в кучу берут и выбрасывают вот такой вот она такой нежная очень красивая очень изящная красивая такая цепочка замечательное украшение замечательной компании ну что ж дорогие друзья вот такой у нас сегодня были находки вот такой показ я надеюсь что вам понравилось надеюсь что вам было интересно простите меня мне кажется какая-то была проблема с фокусом я не пойму почему или это у меня в глазах что-то мутно но во всяком случае я очень старалась и надеюсь что вам было хорошо видно я надеюсь что вы все рассмотрели внимательно а на сегодня все с вами была дита из канады всех люблю целую увидимся следующем видео примерки обзор магазинов болталки которые я не снимала уже тысячу лет и все обещаю обещаю никак не соберусь все как-то у меня не доходит не доходит до болталок в общем увидимся в следующем видео спасибо всем большое кто подписался кто поставил лайк кто оставил комментарий я очень вам благодарна мне действительно это очень приятно и всем привет всем пока